приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут елена 7 апреля благовещение 3 дело которые строго запрещены в этом день сегодняшнем видео вы все узнаете благовещение это по-настоящему весенний праздник светлый и полный какого-то особого духовного восторга в народе он очень почитаем причем даже неверующие люди знают что работать в этот день категорически нельзя существует поверье что даже птицы не вьет гнезда на благовещение исключением стала кукушка которая отныне не имеет собственного дома но подбрасывать детенышей другим птицам считается что если человек будет заниматься тяжелой физической работой то наказание последует незамедлительно даже помощь по дому больным и престарелым откладывалась храмах совершается праздничное богослужение великопастным чином плавно переходящим торжество большинстве случаев благовещение выпадает на великий пост 7 апреля за исключением случаев совместной уж ранней пасхи все богослужебные песнопения рассказывают верующим о том как к деве марии пришел архангел гавриил и сообщил благую весть она должна стать матерью бога на какой бы день недели не выпало празднования церковный устав дает разрешение на употребление рыбных блюд традиции символы праздника считаются голуби причем как правило белого цвета их принято выпускать причем крупных городах это делать прямо на порогах церквей дома украшаются белоснежными лилиями символ чистоты и непорочности богородицы но в церковь принято ходить в синим или голубом наряде священнослужители служат точно таких же облачениях первую очередь люди обращать внимание не на физический а на духовный смысл праздника следовательно любые застолья и разговоры проходят в скромной обстановке да можно посидеть поговорить пошутить но без продолжения в виде танцев песен и народных гуляний великий пост отличается особой строгостью до самой пасхи верующие ведут себя тихо и пребывая молитве благочестие посетить храм на боговещении считалось обязательным прихожане исповедуются причащаются специальной подготовки для этого не требуется кроме чтения положенных молитв некоторых храмах совершаются праздничные молитвы богородицу особо почитают женщины поэтому усердно молиться и одарование всевозможных благ за мужество легкой беременности и разрешение и хороших взаимоотношениях с мужем деревнях с этого дня заготавливали специальную соль которую заговаривали и хранили для особых случаев она считалась отличным оберегом от чужой зависти и вражбы а также помогала если человек заболевал самой верной правильной благовещенской традиции это время провождения кругу семьи не стоит никуда ходить сидеть на лавке возле подъезда только греха набираться лучше всего постоять на службе потом пообеды с домочадцами почитать акафист празднику разрешено днем отдохнуть и немного подремать важно чтобы боговещение прошло тишине и благовении потому что нечесть так и стремится напасть на благочестивых христиан что нельзя делать помимо запрета на физическую работу также не стоит в этот день заниматься финансовыми вопросами или одалживать деньги существует поверье что должник занявший на боговещение никогда не отдаст аккредиторы только навлечет на свою семью лишние неприятности все это приводит к мелким и пустым хлопотам день благовести не стоит размениваться на житейскую суету нежелательно ходить старой одежде девушки и женщины специально к празднику покупали новые платья или платок это к счастью ходить в гости можно только хорошо знакомым людям например к родственникам если приглашают малознакомые то не стоит принимать приглашение народе говорят что ведьмы колдыны нередко оборачиваются в благочестивых людей внушающих доверие если они заманят к себе доверчивого человека то у него будут большие горести и беды народные приметы идет дождь настоящий подарок для рыбаков хороший улов будет в течение года снег лето будет засушливым и неурожайно жара на пасху немного похолодает ясно и солнечно скоро зазеленеет деревья весна будет мягкой облачно дома и возможно прохладная погода ласточки в небе скоро совсем распогодится заморозки ждать хорошего урожая огурцов если гроза будет много орехов если до сих пор есть никто он растает только через месяц у березы есть листья лету быть жарким дует теплый ветер весна пришла окончательно много лож осенью ждать хорошего урожая грибов ритуалы и гадание на благовещение этот праздник по-настоящему священный и духовный и в этот день есть очень интересный популярный способ узнать будущее на птицах обычно то гадают незамужние девушки которые мечтают узнать что-то будущем уже но принципе гадание универсально то есть увиденные пернаты расскажут о ближайшем будущем метод очень простой надо выйти на улицу и внимательно понаблюдать за птицами если первой на глаза попалась синиц или голубь то до конца весны будет много приятных и неожиданных событий например для одинокого человека это предвещает новое знакомство а возможная влюбленность карьеристом эта встреча предвещает успехи в работе и в творчестве приеме и встречи с интересными людьми если голубь оказался белым это хороший знак получится помириться с теми с кем гадающий находится в ссоре если увидеть воробьем к мелким неприятностям также это своеобразное предостережение связано с финансовым вопросом не стоит пока сорить деньгами или покупать что-то дорогое лучше подкопить и тратить весьма скромно и поменьше рассказывать окружающим о своем достатке и денежных успехах ласточка душевный мир и спокойствие безмятежность но стоит внимательно относиться к семье чтобы не впадать в излишние легкомысли и всем доверять счастье должно быть тихим не стоит делиться тем что все идет благополучно если сорока то это кардинально переменам в одной сфер жизни это может быть что угодно однако эта птица все-таки символизирует родственников и любимых например кто-то приедет в гости или гадающий поменять свой семейный статус если стая голубей человек будет окружен друзьями и коллегами у него все получится он в центре внимания востребованный и всеми обожаемый ворона не очень хороший знак символ тоски и унынии и разочарования причем это затяжной процесс который может продлиться не только до конца весны и но и все лето а уж если эта птица еще и каркает это предвещает проблемы неудачи в расставании ссоры грач принципе все останется по-прежнему а вот в личной жизни ожидается застой это может быть и вынуждено одиночество когда девушка вроде готова к знакомствам но на нее никто не смотрит или запутанные отношения с уже имеющимся партнером никакого развития тупик отсутствие нормального диалога возможно понадобится пауза чтобы все вдумать и принять решение трясогуска символ непостоянства ветренности переменчивости причем большинстве случаев в таком раскладе виноват сам гадающий например он слишком несерьезно относится к жизни не думает о будущем или отличается от чрезмерной эмоциональностью обидчивостью из-за чего регулярно ссориться с родственниками и со своей второй половинкой в общем это неплохое предостережение просто задуматься над собой и своими реакциями бывает и такое что первый попадается мертвой птица страшного в этом ничего нет но и приятного мало частности гадающего ждут не самые легкие времена в плане финансов например задержка зарплаты штрафы увольнения выговоры и прочее до конца весны ему надо быть экономными и не тратить свои финансы без необходимости а есть еще одно благовещенское гадание это на березовой ветке надо сорвать ее вечером после всеночного бдения и положить под подушку лечь спать четко озвучивать свои желания утром внимательно изучить результат если ветка осталась ровной то загаданное существится если сломалась то пока рано об этом задумываться обряд на привлечение любви считается что в этот праздник дева мария особенно слышит молитву одиноких девушек мечтающих о любви чтобы как-то простимулировать путь женихов можно провести специальный ритуал если сделать все правильно то сужены скоро появится делается он строго в одиночестве за навешенными окнами и без света оставить только свечи вам нужно просто вечером зажечь свечку и сказать такие слова под светлым святым благовещением любовь свою я найду да будет сердце огонек пывать и взгляд из тысячи узнавать вот говорим три раза пусть ваша свечка полностью прогорит до конца разумеется это далеко не все традиции по вере потому что многие попросту не дошли до наших дней но самое главное это даже не какие-то действия но сама духовная подоплека торжественно в этот день уже слышатся ноги долгожданной пасхи в каком-то смысле слова в этот день верующие отдыхают потому что впереди еще какое-то время поста иногда и длительное если пасхальное воскресенье выпадает на конец апреля или начало мая поэтому проводить этот день нужно тихо и без лишнего веселья